добрый вечер дорогие друзья добрый пользователь канала сегодня среда 31 августа 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня мне хотелось бы обсудить с вами тему выдачи или вернее не выдачи виз россиянам для поездок в евросоюз эта тема является центральной для европейских сми что не мудрено мне потому что она интегрально связана с другой темой с уходом михаила сергеевича горбачева с окончанием колоссальной исторической эпохи эпохи больших надежд которым не суждено было сбыться но прежде чем перейти к обсуждению того что задумали сегодня европейские дипломаты я хотела бы предложить вам немного фактологии с тем чтобы те из вас кто не успел просмотреть последние новости могли также принять участие в нашей дискуссии сегодня состоялось неформальное я подчеркну неформальное заседание главных европейских дипломатов министров иностранных дел стран членов евросоюза это совещание прошло под председательством испанского социалиста жозепа барреля который является за главным европейским дипломатом то есть верховным представителем я не случайно упомянула его имя потому что он занимает позицию в данном вопросе по поддержке правозащитников что положительно итак сегодня прошло это заседание на котором рассматривалась инициатива ястребов о том чтобы тотально запретить выдачу виз россиянам на поездки в евросоюз кто такие ястреба настоящем контексте это все те же лица то есть это польша балтийские тигры не финляндия дания и в последнее время также нидерланды эту группа стран выступила с инициативой о необходимости запретить визы россиянам связи с украинским конфликтом соответственно сразу же эту риторику осудили правозащитники потому что они заявили о том что позиция пример министра эстонии кай каллас чрезвычайно опасно поскольку она утверждала и утверждает вы можете найти этот ее твит она также это оглашала что поездка в евросоюз не является правом человека а это привилегия то есть это очень опасный прецедент как говорят правозащитники выделять одну группу лиц по национальному признаку и соответственно дискриминировать их исключая или отказывая им от такого фундаментального права человека как свободу передвижения то есть свобода передвижения в современном мире это одно из самых главных направлений за которые борются правозащитники многие политики с тем чтобы упрощать движение потому что мы живем в мобильную эпоху существует масса средств как скажем биометрические паспорта различные технологии с тем чтобы контролировать этот процесс а то есть нет необходимости сдерживать визиты людей которые совершаются в легальном кадре потому что есть все необходимое и достаточное для того чтобы они проходили в соответствии с задуманным сценарием скажу так и соответственно правозащитники резко выступили против резко выступили против и страны основательницы евросоюза такие как франции германия также к ним присоединились испания португалия греция эти страны отстаивают позицию которая является фундаментальной для евросоюза для прав человека то есть это право на свободу на передвижение закреплено в универсальной декларации прав человека то есть это то на чем строится наша современная цивилизация конечно это было бы страшным ударом по правам человека это было бы опасным прецедентом поэтому на такой шаг пойти не могли но для того чтобы понять что же все-таки произошло я рекомендую вам присмотреть вечно зеленую классику прекрасный балет петра ильича чайковского спящая красавица и вот это самое и произошло что в волшебной сказке то есть смерть была заменена на сон то есть то что решили сделать европейские дипломаты это литургия а потому что они приостанавливают вернее они заявили о намерении приостановить действие этого договора 2007 года соответственно виза россиянам будут выдаваться без упрощенной процедуры соответственно каждая страна будет выдавать виза в соответствии со своим пониманием того что является обычная не упрощенная процедура и таким образом наносится колоссальный удар и по правам человека и по взаимоотношениям россиян и европейцев потому что то что рисовали воображение обывателей политики что один миллион россиян приехали заниматься шопингом этом году пока разрывались снаряды и свистели не пули они занимались шопингом в европейских городах и наслаждались жизнью это совершенно не так конечно потому что из этого миллиона человек основная часть это люди которые ездили в европу по делам широком смысле слова потому что дела это и рабочие поездки цена это совместные проекты дела это учеба дела это и медицинский туризм потому что хочу подчеркнуть что медицинский туризм является одной из наиглавнейших тенденций в мире и это не только тематика касающиеся россии скажем почему широк предпочел оперироваться в канаде этого просто так не объяснить но наверное я предполагаю нашли какого-то уникального специалиста которому хотели попасть то есть это был какой-то уникальный специалист которого они искали многие европейцы скажем я тут за операциями в северную африку потому что там точно те же специалисты что и во франции но операции стоит дешевле в разы то же самое можно сказать скажем и про европейцев которые ездят в швейцарию европейцы которые ездят в сша также то есть есть целый спектр направлений куда люди ездят для того что получается медицинские услуги медицинский туризм очень развит и это тенденция и соответственно в настоящий момент если вы едете скажем навестить могилы предков это одна история но если вы есть для медицинской консультации это другая история и конечно такое решение о том что больше не будет упрощенного режима выдачи виз ударяет по всему спектру то есть это погружает отношения между россией и евросоюзом в литургию потому что такое отношение отношения ты люди не все возможно решить в интернете нужны встречи живых людей на как говорится in persona и соответственно эти встречи будут чрезвычайно сложны я хочу напомнить вам скажем о том что колоссальное значение для окончания холодной войны имели встречи ученых это закреплено в научных трудах политологов о том что их дискуссии имели решающее значение для окончания холодной войны которому пришли соответственно рейган и горбачев и в настоящий момент наносится колоссальный удар не только по отношениям между евросоюзом и россии но также по нашей цивилизации по развитию человечества потому что чем меньше контактов тем больше опасности непонимания и соответственно тем больше возникает угроз в частности и ядерная угроза поэтому это решение конечно универсально должно быть и осуждается правозащитниками потому что правозащитники считают что в условиях конфликта наоборот нужно поддерживать интенсивные контакты между людьми по всем направлениям и соответственно только через человеческие контакты только через дипломатические переговоры только через встречи политиков только через встречи бизнеса ученых студентов можно решить проблемы то есть у правозащитника совершенно четкая позиция они говорят что выстраивая новые стены водружая новый железный занавес проблем не решить их можно так только усугубить дорогие друзья это то что я вам хотела сказать конечно я понимаю что это вас не радует но надо видеть правду для тех кто хочет утешиться я уже рекомендовала рассмотреться спящую красавицу искусство помогает в минуты кризиса в ненастные дни жизни особенно такое прекрасное искусство как музыка петра ильча чайковского это мои рекомендации всем нам я надеюсь что эта тема была вам интересна если да пожалуйста не забывайте ставить лайки писать слова благодарности блогеру я благодарю всех тех кто принимает участие в нашей дискуссии кто находит время я знаю что вы все очень занятые люди и конечно отдельные слова благодарности всем тем кто поддерживает мой канал донатами спасибо вам за ваш элегантный шест я надеюсь что вы также примете участие в нашем обсуждении